А Зеленский прямо сказал, что НАТО нас не ждёт прямым текстом. И опять-таки, а как это так? А как не ждёт? Что не может быть полстраны в НАТО, полстраны не в НАТО. Как это понимать? Что если мы считаем, что Крым наш, то пока Крым не будет в НАТО, тогда и мы не будем в НАТО. Это понятно, что эта перспектива очень-очень отдалённая, исходя из того, что если ещё можно говорить о этих областях, которые сейчас частично, полностью или частично захвачены, то Крым это такая вещь, которую власть России будет защищать любыми способами. Я думаю, что включая и ядерное своё оружие. Не зря Путин... Там было по Минобороны какое-то совещание происходило, и он как бы заметил в том, что ядерная триада, опять-таки, её вес этой ядерной триады становится всё больше. То есть мы понимаем, что вот эти все процессы, которые сейчас в мире происходят, они очень взаимосвязаны, динамики быстрые, а мы как бы зависим от этого. Как бы мы не субъект, а объект. Ну, как бы я об этом давно пишу, к сожалению, то есть подтверждение постоянно об этом получаю, как бы из повестки дня. Украина, поскольку зависит и политически, и экономически, от так называемых партнёров, которые, как оказывается, не всегда партнёры, вот, поэтому она не может, не может презентовать свою стратегию. И вот от президента никакого стратегического видения Украины, даже варианта, я не услышал на этой пресс-конференции. Я её не слушал, но я прочитал вот в текстовом формате то, что говорил Зеленский. Ну, вот где-то так. Зеленский подаёт работу своей команды, которая, к слову, не такая большая, это я цитирую буквально 5-6 человек, как плоды, понятно, победу, которую вы упомянули, это там начало переговоров с ЕС, но задача эффективно находить деньги, деньги и оружие в мире. Читал список, какая страна, сколько нам даст, там есть нюансы и вопросы по этому списку, особенно там касательно Германии, на что они дают, как они дают, сколько, какие там проблемы, но, тем не менее, вот он демонстрирует список, говорит, смотрите, деньги есть, и даже если там будет какая-то проволочка в Соединённых Штатах Америки, которые точно не продадут, деньги будут. Я вот как хочу задать вопрос. Как вам кажется, воюющая страна, руководство такой страны, это самый главный посыл искать оружие и деньги в это время? Нет, искать оружие и деньги, это опять-таки, ну, как бы, свидетельствует о признании полной зависимости. Мы ищем оружие и деньги, что нам кто-то даст. Если бы президент сказал, что мы планируем в следующем году, это планы, например, правительства, планы президента Украины, создать столько-то рабочих мест, на предприятиях оборонного комплекса, которые будут производить оружие, которые будут производить боеприпасы, дроны, вот, ну, тогда понятно, что это какая-то стратегия, которая все равно зависит в некоторой мере и от партнеров, поскольку мы сами вряд ли мы сможем это размять. Но хотя бы есть такие намерения. А вот ходить по миру и искать, это очень слабая позиция, поскольку мы не знаем, где полыхнет. А если полыхнет Тайвань? А если там Гаяна и Венесуэла? Опять-таки, там же видно тоже противостояние, которое происходит. Хуситов собирают в Газу? Да, тут с Хуситами ситуация очень сложная, поскольку они себя чувствуют как бы достаточно уверенно, ну, по крайней мере, демонстрируют свою уверенность и показывают эту уверенность тем, что они заблокировали израильские порты. Вот это то, что происходит. Вот вы упомянули вначале, что 5-7 человек команда, да, и я читал уже там одного своего знакомого, товарища, отзыв на эту тему, и он как бы, я полностью солидарен, что это как бы очень, ну, плохой сигнал. Как это за столько времени правления, 5-7 человек команда, что же это за команда? Ну, это я понимаю, что это у меня там, скажем, костяк команды, когда руководил девелоперским проектом, да, можно сказать, 5-7 человек. Вот совет директоров, 7 человек. Да, вот основная команда. Ну, это вот проект, это страна. То есть это за это время не создали, не создали вертикаль власти, которая была бы ориентирована на президента, и которых, можно сказать, да, это команда, которая работает вместе с народом на победу. Команда 5-7 человек, это как-то прозвучало, ну, не знаю, слишком-слишком печально, как на меня. Может, просто Зеленский мир выйдет в ближайшее окружение, но тогда надо так и называть. Вот мое ближайшее окружение, 5-7 человек. А команда, которая руководит страной, это звучит немножко так, ну, так печально, печально, скажем так. Формула мира. Путь размытый, длинный, непонятный. Ну, как, логистика его такая, ухабистая и очень долгая. Была Джида, было одно представительство. Была Мальта, было совершенно другое представительство. Дело не в том, что там Китай не приехал. Дело в том, что уровень был, ну, ниже. Сейчас мы ждем, ну, если так, тенденция, то мы ждем, как бы, тоже не шибко высокого представительства в Швейцарии. Хотя, возможно, там все-таки по представительству будет, ну, давайте так, лучше, потому что там, я так понимаю, это вот форум безопасности или вот эта панель безопасности, ну, сложно там, наверное, что-то, я так понимаю, с Давосом это связано. В рамках Давоса упоминал президент. Ну, так показалось. Там вообще нет. Так показалось, да. Речь идет о всемирном экономическом форуме Давосе. Ну, и там... И будут зарабатываться пять позиций, там пять, как бы, окончательных позиций в формуле мира. Ну, знаете, вот, честно говоря, я где-то эту формулу как-то пропустил, наверное, но я ее не видел. Ну, как бы, вот, формула, это, по моему мнению, это алгоритм действий какой-то. Ну, формула, там есть какие-то показатели в этой формуле. И вот, если х равняется столько, то х столько, тогда мы можем эту формулу развязать. Какие-то показатели, качественные и коричественные. Вот, я этого пока не увидел. То есть, четкое понимание. То есть, пока его нет. Это первый момент. Второй момент. Все-таки, всемирно-экономический форум, ну, если мы примем, как бы, за аксиому, что все-таки процессами управляют деньги, в первую очередь, это, конечно, та площадка, которая может возымедействовать. Но, знаете, было еще пословице в советские времена, если вы хотите какую-то проблему там подвесить, вот вы сделаете там коллегиальный орган, который будет ею заниматься. Вот в этом плане, вот, всемирно-экономический форум, который представляет, на который пребывают там деятельные там бизнеса, там, культуры, там, скажем так, лидеры мнений, официальные особо разных стран, ну, мне сложно сказать, что дискуссионная площадка, чем является вот этот форум, что это тот механизм, или тот орган, который может, как бы, повлиять на эту формулу мира, для того, чтобы ее приняла Россия. Кроме того, я еще скажу, что вчера появилась информация, официальное заявление посла России в Швейцарии, посла России в Швейцарии, что Россия не будет принимать, представители России не будут принимать участие в этом форуме. На прошлом форуме, если я не ошибаюсь, там был, по-моему, Чубайс, или еще кто-то. Ну, то есть, это не первые люди, не первые лица государства, и не первые лица, которые, как бы, отвечают именно за вопросы войны. Если сейчас вообще России не будет, то как можно формулу мира обговаривать без участия той страны, от которой зависит эта формула мира? Ну, там же, смотрите, какая логика. Ее обговаривают уже там, будет третий раз без России. И вот после этого третьего раза будут какие-то наработки документальные по десяти пунктам Зеленского, а потом эти наработки покажут России. Ну, и Россия тогда, тогда вот только посмотрит и будет как-то на них реагировать. Ну, мы же видим, что вот были две, вы же сами сказали, были две уже площадки, на которых эта формула, так называемая, обговаривалась. Что после этого сказала Россия? А ничего, то же самое. Цели СВО должны быть выполнены. Ну, то есть, формулировка очень размытая, непонятная, поскольку цели СВО, они сами по себе абсурдны. Абсурдны почему? Деноцификация. Ну, как бы, если мы возьмем по терминологии нацизм, так, и говорить о деноцификации в стране, в которой еврей-президент, в которой окружение, если в окружении президента много евреев, какой там, какой нацизм? Еще мы говорим, если как раз нацизм, он касался еврейской вопроса, в значительной мере, как бы, ну, как и записано, там, скажем, в Википедии. Ну, когда на Майдане, скажем так, справляют нужду на символ Хануки, это, как бы, тоже показатель отношения. Это вопрос, знаете, как бы, у нас было очень много недалеких людей, это по моему мнению, которые демонстрировали какую-то символику, которую использовали против Украины. А эта символика была вроде патриотическая. И вот кто-то тоже написал, что вот ничего не сказал президент о том, что у нас полностью открывают рынок земли с 1 января. То есть, это как бы страна, которая воюет сейчас, она продает землю. Вообще, как бы, непонятно. Как бы, люди, которые на войне, они как говорят, мы защищаем родную землю. А в то же время кто-то ее продает. А чью землю тогда они защищают? Понимаете, вот такое, как бы, это на языке символов. Уже говорю, не просто, как бы, какие-то политические или экономические вопросы. На языке символов. Мы защищаем родную землю. Это родную землю продают. Сейчас ее вообще пустят в распродаж. А как это так? Почему об этом не говорит президент? что от этого получит украинский народ, который сейчас все свои сбережения, все возможности он направляет. Я говорю, не тех, которые коррупционеры, которые наживаются. Это другой вопрос. А те, которые, люди, которые работают, которые помогают армии, которые собираются, сбрасываются на дроны и так дальше. А вот как это все коррелируется? Непонятно. И если мы говорим как раз о Хануке, вернее, о Ханукале, о Миноре, который стоит, и там кто-то подошел, помощился. Это из того же разряда, когда наши патриоты ходили с флагами, с факелами, там вот Шести, Пандеры. Я написал публично, что, ребята, наверное, если бы вы пошли бы с этими флагами, с факелами и выступили против вот этого рынка земли, так называемого, вот это, наверное, было бы гораздо лучше. Вот. А вот потом эти все картинки кто использовал? Пропаганда, вражеская пропаганда. Они же показывали, смотрите, вот Украине нацисты, они вот пришли там, вот и они славят Бандера, который пособник нацистов. И никто даже не потрудился как бы сказать, что, ребята, о чем вы опять-таки говорите? Бандера просидел в тюрьме. Всю войну его же в тюрьму посадил и кто? Третий рейх. Немецкие власти. То есть, вот понимаете, вот на языке символов это совершенно по-другому, чем на языке логики, на языке политики, дипломатии и так дальше. Ну, вообще расшаталось что-то. Сегодня в Киеве тоже там молодые люди какую-то акцию устроили. Пес-патрон, нацистский флаг с крестами. То есть, что за акция непонятно, но картинки уже гуляют по телеграм-каналам, как они там фотографировались, снимали видео. То есть, такое ощущение, что идет какой-то абсолютно неконтролируемый процесс в общественном сознании. Я бы сказал, это даже не то, что он неконтролируемый, он очень хаотичен. Но вот этот хаос, мы это смотрим как хаос, то есть, какие-то непонятные сигналы. Как бы мы, Украина, официально голосованием и другими вещами, Украина поддерживает Израиль. Очень много стран не поддерживают действия Израиля, поскольку мы видим, как гибнут мирные жители. 50 тысяч или сколько там насчитывает Хамас, 20 тысяч боевиков, скажем так, вот это крыло боевое Хамаса, и 2 миллиона жителей ГАСа. Вот эти 2 миллиона, они получаются, там уже уничтожена инфраструктура, дома, взрывают больницы. И Украина еще об этом молчит, поддерживает Израиль. С одной стороны. С другой стороны, вот у нас всюду расставлены миноры. Ну не только у нас, это по всему миру. Это начинают люди возмущаться. Опять-таки это как бы, а почему вот эти символы, ну как бы зачем? Мы поддерживаем Израиль, а Израиль наш поддерживает, но не видно, что ваш так поддерживал. Опять-таки вот эта карта антисемитизма разыгрывается в России. Как бы почему-то отождествляют Россию с антисемитизмом. В то же время главный раввин России, Барлазар, называет Путина большим другом евреев, там и приглашает всех евреев в Россию и так дальше. Вот понимаете, это мне как бы напоминает, есть такая книга Ланни Бренна, россиянизм век диктаторов. Это еврейский автор, который описал вот эти процессы, которые происходили. Вот, и он написал, кстати, о том, что сионисты ненавидели Троцкого, Троцкий ненавидел сионистов, который был евреем. То есть, это было внутреннее протестстояние в еврействе между двумя ветвями. Очень много протестов было против того, что вообще началась эта операция в Палестине, протестовали кто? Целый, там, еврейский квартал, там мы видели кадры, когда полиция заходила, там, крутила этих людей, там, за то, что они у себя рисовали и выставляли палестинские знамена, да, то есть, символы Палестины. Вот, поэтому вот это, учитывая, что очень серьезное еврейское лобби во многих странах, очень большое влияние еврейских банкиров на многие процессы, вот эти все манипуляции, они, конечно, ну, неприятные, и вот эти символы, которые мы видим, как бы, они тоже создают у людей вот какой-то в голове хаос. Вот непонятно, то есть Украина вроде дружит с Израилем, а Россия вроде бы, как бы, более за Палестину, но Россия, там, антисемит, тогда получается, опять-таки, на уровне религиозного руководства евреев говорится, что нет, у нас наоборот, а если нас Путин как бы обвиняет в нацизме, значит, тогда украинцы антисемиты с евреем президентом, понимаете, какая это каша. Ну, каша, понимаете, в чем дело, каша и в реакции Зеленского на конфликт в секторе ГАЗа, мы поддерживаем независимую Палестину и независимый Израиль, признаем независимую Палестину и признаем независимый Израиль. Ну, очень много стран и очень много политиков в тех же Соединенных Штатах Америки, они говорят о том, что должно быть палестинское государство. Так его нет, что мы признаем? Мы признаем того, чего нет? То, что оно должно быть создано. То есть, там, в среде американских политиков и в среде евреев очень много людей, которые должны быть, да, пускай будет государство Палестины. У нас свое, у них свое. И как-то мы там разойдемся. Вот, я думаю, что просто Зеленский до конца не понял, там, в этом все сложно разобраться в этих процессах. Поэтому он решил, что мы и тех поддержим, и тех. Вот, ну, у нас же очень много провала внешнеполитической деятельности, мы тоже, мы прекрасно видим, понимаем. Ну, взять тот же Китай, у нас только недавно, там, во время войны появился посол Китая. Ни ответа, ни привета, пока посла в Китай. Нет его бурной деятельности, особенно на фоне визитов, ну, таких уже прям регулярных, да. Я даже не знаю, кто ездит чаще, наши украинцы в Америку или там россияне в Китай. Вот и Мишустин недавно был, и этот первый, первое лицо, раньше считалось, что с ним встретиться, с Си Цзиньпинем, это уже там караул, неимоверная там, ну, скажем так, величина, не достучаться. Не, нормально, уже все встречаются, ну, как за здрасть. Встречаются, и эти контакты, они же не просто так встречаются, там они официально заявляют, что и растет товарооборот с Китаем, и потребление по этому газопроводу силы Сибири растет по кривой вверх. Вот, ну, Китай, как бы, учитывая ее, скажем так, его политику, последние два-три года, вот, он как бы готовится к каким-то событиям, глобальным событиям, и пытается себя обеспечить. То есть, он накапливает энергоресурсы, он накапливает продукты питания. Это очевидно, это можно поднять статистику и увидеть. Ну, это как бы вторичные признаки, что вот эта ситуация, которая у нас, в Украине, война, та ситуация, которая война в Израиле, в секторе газа, что это еще не конец. И конца пока не видно, поскольку я не думаю, что Китай бы так готовился к каким-то событиям. Вот, к сожалению, где-то так. А учитывая, опять-таки, что мы зависимы от внешних игроков, которые, если энергия, ну, это, кстати, сказал Зеленский, да, что отвлеклись на помощь Израилю, а завтра могут отвлечься на помощь Тайваню, или там Гаяне, или еще какой-то инцидент, да, аж не все спокойно в Африке. Что же сейчас, все бурлит, но пока, может, не так очевидно, хотя, если мы вспомним заявление ООН, Организации Объединенных Наций, представители там по правах человека, который где-то пару дней назад сказал, что там 7 миллионов беженцев в Судане, а там в Судане гражданская война, не только на территории, а даже в самой столице, 7 миллионов беженцев. Заявление ООН, Организации Объединенных Наций, которая занимается безопасностью питания, безопасностью пищевых продуктов, против голода она борется, то они сказали, что там уже люди начинают в Африке тоже голодать. Мы об этом как бы не очень слышим, не акцентируем внимания, но я веду к тому, что вот эти проблемы, которые по всему миру, любая из этих проблем, которая превратится в какой-то мощный конфликт, мы же всегда увидим за этим конфликтом противостояние Америки и Китая. Кто там будет выступать, Вагнер там, то есть это все равно будет выступать какие-то прокси-силы. Вот Качевака Вагнер, который был в Африке, я сомневаюсь, что это в интересах России, это скорее всего в интересах Китая. Поэтому ситуация у нас, она зависит от тех всех процессов, эти процессы пока далеки от стабильности. Там была информация сколько, 183 или сколько вооруженных конфликтов сейчас происходит. Это не учитывая тех тлеющих, которые Испания, Каталония, Балканы. Если Сербию расшатают сейчас, удастся, то будет непредсказуемое последствие, конечно. Плюс Приднестровье, опять-таки, Молдова. Там тоже ситуация непонятная, и она если полыхнет, так тут тоже могут быть совершенно уже другая конфигурация взаимоотношений вот этих противоборствующих сторон. Поэтому учитывая то, что сказал Зелинский, то, что он не сказал, просто люди не понимают, что происходит, но они чувствуют, что происходит пока что-то нехорошее. Пока далеко от стабильности до мира, и я понимаю, что тогда люди пытаются правдами, неправдами избежать вот этих рисков, избежать рисков для себя, для своей семьи, но вот то, что вы вспоминали о том количестве людей, которые выезжают сейчас с границ.